Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему вниманию, Крайон, перемены. Читает Лора. Тысячелетиями создававшиеся человечеством энергии были одинаковы. Человеческая природа не сильно изменялась, поэтому постоянно повторялось одно и то же. Вы отчетливо увидите это в своем прошлом, ведь история повторяется, войны повторяются, правительства повторяются, жадность повторяется, и тут начинаются перемены. Вы замечаете незначительные перемены в своей повседневной жизни, ваши дети меняются, правительства меняются, Обычные человеки пробуждаются и видят перемены, которые происходят у них на глазах и воздействуют на саму основу их жизни. Пока мы говорим об этом, правительства, существовавшие очень давно, терпят крах. Их лидеры погрязаны в полном абсолютном отрицании, держатся до самого конца, даже до самой смерти. Они не могут поверить в происходящее, ведь тысячелетиями ничего не менялось, и им кажется, что все снова станет прежним. Те, кто был до них, и те, кто был еще раньше, придерживались одного и того же стиля управления, они не верили в изменения природы человека и отрицали перемены. Старая энергия несла стабильность, а сейчас все меняется. Вода. Мы говорили вам, что одним из важнейших природных источников планеты, который будет меняться и покажется вам загадочным, это питьевая вода. Она станет для вас новым золотом, дорогие. Мы также намекали и приводили примеры и снова просили вас, пока вероятность ее исчезновения не появилась, научитесь опреснять ее в реальном времени без нагревания. Такой способ имеется, он осуществим, и некоторые уже проводят исследования. Так вы сможете получить недорогую питьевую воду для планеты. Подход начинает изменяться. Постепенно вы замечаете это, и единственное, что стоит у вас на пути, это компания с большими деньгами, которые придерживаются старой системы. Это тоже изменится. Большие деньги всегда стремятся вложиться в новое, но хотят создавать новое, выбирая из имеющегося в наличии. А в наличии имеются нефть, уголь, дамбы и невозобновляемые ресурсы. За последние сто лет немногое изменилось. Правда? Теперь вы увидите изменения свободы выбора. Вы увидите, как на советах директоров принимаются решения, которые были немыслимы еще два поколения назад. Теперь худшее, что они могут сделать, может стать лучшим, что они могут сделать. Так, дорогие, изменяется понятие свободы воли. Когда мыслители завтрашнего дня видят альтернативы, которые не замечали раньше, это называется изменением. Ваша душа знает все. Следовательно, некоторые из вас получат знания, которые, как вы понимаете, вы никогда не изучали. Эти знания за пределами эзотерики, знания практической духовности и есть причина, почему вы здесь. Существует механизм, физика, применяемая ко всем вещам, включая вашу душу, благодаря которому начинается многомерный процесс, когда вы начинаете видеть и испытывать слияние души и тела. Это объясняет, почему многие из вас сегодня получают знания и не понимают, откуда они, знания, приходят. Одни из вас сомневаются в этом, а другие нет, потому что они понимают, что это такое, откуда оно исходит и как оно прекрасно. Вопрос в том, что люди будут делать со всей этой информацией, которая начинает сливаться с вашим физическим «я». Дух соединяется с вашими жизненными потребностями, и вы получаете изобретения, которые принесут чистую воду, чтобы каждый человек на планете свободно имел то, в чем нуждается. Вы получите изобретения, которые дадут вам власть над дешевыми ресурсами, чтобы вы уничтожили все причины загрязнения, а когда вы посмотрите на свое прошлое, то вы обнаружите, что хотели идти всегда в этом направлении. Поэтому мы говорим вам, эволюция происходит нелинейно, не от человеческой мысли, но мысль приходит от духа к человеку, передающего идею, как работают вещи по-другому, и человек готов принять ее, вот как это работает, дорогие, Крайон. Крайон.